Меня зовут Игорь, я хочу представить вам свой проект, продуктовая компания Mobile. Основной идеей проекта является создание новых сервисов для мобильных устройств под управлением Android и iOS. Первые реализуемые проекты это торрент инспектор и QR-Rod. Торрент инспектор это сервис информирования об изменении раздачи на торрент трекерах. Он позволяет не только получить уведомления об изменении раздачи, но и автоматически скачивать обновленную раздачу. QR-Rod это сервис качества дорог. Позволяет не только увидеть состояние текущего дорожного покрытия, но и есть такая возможность как объект препятствий на дороге. У торрент инспектора уже готов прототип, сервисом пользуются около 100 человек, тестируют его. Тут мы видим основные окна приложения, это раздачи, выбор сервиса и топ сериалов. Список основных конкурентов у торрент инспектора их два. Первый конкурент, у него вообще нет мобильного приложения и он поддерживает всего 21 торрент трекер. Торрент инспектора поддерживает 30 торрент трекеров и может легко добавлять новые торрент трекеры. Второй конкурент всего лишь упомяляет о выходе новой серии сериала на телевизионные экраны. У QR-Rod один основной конкурент, он ориентируется только на дороги Украины и не позволяет увидеть, где же находятся проблемы на дороге. Финансовый и операционный план представлен тремя временными промежутками. Первый временный промежуток это поиск сотрудников, поиск офиса и разработка сервиса торрент инспектора. Второй промежуток времени это разработка QR-Rod сервиса. И третий промежуток времени это выход на безубыточность и разработка третьего сервиса. Бизнес-модель торрент инспектора это заработок на тарифных планах. Тарифные планы подразумевают различную функциональность, такую как количество раздач, ограниченное количество устройств поддержка, история изменения раздач, автоматическое скачивание раздач. Бизнес-модель QR-Rod также подразумевает заработок на тарифных планах. Итого необходимо 117 200 долларов, предложение инспектора 25 процентов, команда. Спасибо за это время. И вас сложившиеся трагедии, прошу. Игорь, вы предложили нам сейчас два продукта, чтобы параллельно их оценивать? Это продуктовая компания. Сначала будет разрабатываться один продукт, потом будет разрабатываться другой, потом будет идея какого-то третьего продукта, и нехота зацепиваться на одном проекте. Так еще раз, что она оценивает? Тебя в классном театре или что? Два существующих, два проекта. Один, а то, а то, а то. Это первое, а второе, вы все поняли, во-первых, давай про брекеры. Основная цель у торрент-инспектора заключается в свежении за выходом новых серий сериалов. Но также он позволяет следить за другими раздачами. Можно следить за музыкой, за книгами, на торрент-трекерах. Это очень общинная такая аудитория. Какая проблема есть, которую твоя программа решает? Выходит новая серия сериала. Я это в этом не узнала, да? Да. А твоя программа, у меня там ходит уведомление на телефон, что вышло... Уведомляет, автоматически скачивает новую серию. Второй продукт, это только идея. И проблема в том, что водитель, когда едет по дороге, он не знает, какая проблема перед ним возникнет. Там яма, возвышенность. Это будет специальный навигатор, который будет уведомлять, что вот через 10 метров будет яма. Это еще один GPS-навигатор или он будет устраиваться в будущем, который есть почти в каждом месте? Это просто приложение для смартфон. Игорь, да. Да, позволю себе. Да, все-таки он очень сконцентрировался на одном продукте, который все-таки позволит сделать бизнес. Вот, не сделать компанию, которая будет клепать продукты, которые там есть в 50-х годах. Будут продаваться, не будут продаваться, вот такое, да, возникает ощущение. То есть, это бы лучше выбрать какую-то одну идею, которая, ну, кажется, там, по крайней мере, кажется инвесторам очевидной и там, прибыльной, да? Да. Вот. Вот ее толкает. Продуктовая, ну, как бы, да, стартап рынков, когда приходит предприниматель, говорит, а у меня куча идеи, как-то, и то, и то, и то. Ну, вот, даже не знаю. У кого-то есть положительный опыт общения, инвестирования в такие стартапы? Ну, вот, да. Время. Время. Спасибо. Время. Спасибо. Продолжение следует...